Это информационный тележурнал «День за днём». О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» и я, Мария Гребенюк. Здравствуйте! Впервые в истории Тобольска для любителей двухколесных коней построят современную велодорожку с освещением. Строители уже приступили к работам на Увадском тракте. С подробностями Ольга Куричко. Там, где автомобили велосипедистам не место, всякий раз они рискуют жизнью, выезжая на большую дорогу. Впервые за всю историю Тобольска для них решили сделать велодорожку. От улицы Полонского до микроэлона строитель 2 километра 700 метров. Здесь можно будет на двухколесном коне проехать, не оглядываясь с ветерком. В комплекс работу ходит устройство тротуара, ширина которой составляет 3 метра, устройство велодорожки, ширина ее составляет 2,5 метра, опора, освещение. Строители уже пробурили почти все ямы для опора освещения. Теперь делают траншеи для прокладки кабеля. Они очень торопятся, хотят порадовать велосипедистов летом. Хотя ввод объекта в августе 2019 года. Прокладывая здесь велодорожку, власти думают не только о велосипедистах, но и о пешеходах. Сейчас здесь очень темный участок, но уже к лету здесь установят 40 высоких опор и более 50 торшерных. Не нарадуются и жители 12 микроэйона. Им начали прокладывать водопровод, а к 2020 году планируют проложить дороги. На 90% здесь завершено возведение индивидуального жилья. Поэтому и открыли власти бюджетное финансирование для прокладки сюда коммуникаций. Строительный сезон в городе фирмы начали без раскачки и сделали уже многое. В этом году мы ремонтируем в 10 микрорайоне проезды возле 39-го, 40-х домов, возле 67-го дома. Сделаем подъезд к жилому дому номер 74 в 10 микрорайоне. Для многодетных сегодня у нас проходит аукцион по устройству дорог в чебеночном исполнении и сетей освещения в 16 микрорайоне. Одновременно дорожники восстанавливают тротуары в 6 микрорайоне у гормалозавода и на улице Половского. Здесь же фрезеруют проезжую часть. Только на этой оживленной магистрали строители должны обновить 12,5 квадратных метров дорожного полотна. А впереди работы еще на улице Мельникова. Здесь асфальт не менялся, наверное, лет 5. То есть здесь очень большие колеи, уже недопустимые по ГОСТу. То есть больше 4 сантиметров колея. Мы фрезеруем только покрытие, которое уже изношено и укладываем новый асфальт. Программу благоустройства города власти верстали с учетом депутатских наказов избирателей. Так что чьи-то желания будут нынче исполнены. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. А в 11 микрорайоне в пятницу весь день не будет холодной воды. Как сообщает компания Суэнко, отключение будет произведено в связи с проведением аварийных работ с 9 до 17 часов. По всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». В Тобольске еще на прошлой неделе ее первыми получили участники молодежного форума «Новый взгляд». А теперь воспитанники Центра «Россияни» вручают жителям и гостям города символ победы. Черно-оранжевая гамма, которая означает «дым и пламень». Сейчас очень хорошо, что снова вернули память «Георгиевской ленты». Молодое поколение пытается узнавать историю, видят ленты, интересуются, маленькие дети подходят, спрашивают, что это такое. И уже с вот таких малых годов как-то приобщаются к нашей истории, к нашей культуре. Еще со времен русско-турецкой войны лента имени Георгия Победоносца была высшей воинской наградой, которой поощряли офицеров за заслуги на поле боя. 9 мая 1945 года лента стала одним из знаков победы советского солдата в Великой Отечественной войне. Она украшала медаль за победу над Германией. Сегодня это не награда, а выражение уважения к ветеранам и память о героических страницах истории страны. «Ношу Георгиевскую ленту, потому что это память, прежде всего. Это память о том, что было, и то, что это не нужно забывать. И прежде всего для меня акция заключается в том, чтобы предотвратить, чтобы не было больше войны». Символ победы очень важно носить правильно. «Маленькие дети могут не знать, мы говорим, куда нельзя одевать, надо одевать только на сторону сердца. Нельзя одевать на голову, на пояс, на машины привязывать, на сумки». На левой стороне груди ленточка носится в знак того, что мы всем сердцем гордимся героями и скорбим о павших бою. Акция продлится до 8 мая. Расписание работы волонтеров можно посмотреть на сайте Комитета по делам молодежи. А в деревне Винокурово в честь своих героев селяне установили памятник. Его торжественное открытие будет главным событием 9 мая. И этого очень долго ждали еще в двух деревнях. Одной уже и нет на карте. «Встречу маршала Малиновского увидела Шишкина. У тебя наград много, а ростом ты не вышел. Я говорю, параженширы, не знаю, куда тебя оставить так». Сержант Василий Шишкин свои несколько сот метров по Красной площади в июне 45-го все-таки прошагал. А до этого у командира орудия 176-го минометного полка были тысячи километров фронтовых дорог. Он участвовал в Сталинградской битве, дошел до Кёнигсберга, награжден двумя медалями за отвагу и двумя орденами славы. Но детали подвигов Василия Шишкина и его племянник Сергей Винокуров знает мало. Дядя говорить о войне не любил, лишь под фронтовые 100 грамм мог обмолвиться. «Когда улетало, наступление на прорыв шли, танки горели, обратно вступали, с третьего раза где-то прорвались, потом прорвались, было усеяно все нашими трупами тоже. Считай, шли и ехали по трупам, потом только по немецким нашли». Из деревни Винокурова на войну ушли все Шишкины, Винокуровы, Чувочины, из Серекова – Ягонские и Токаревы, а из Дурынина – все Дурынины и Тархановы. В общей сложности на три села 126 человек. Тогда в 41-м целые династии оставались без мужских рук. Подробности о судьбах своих односельчан их потомки собирали несколько лет, не только в архивах и военкоматах. «По деревне ходили, принимали участие, в каждый дом зайдем, у кого погибшие есть. Мы брали интервью, люди-то все равно знают своих близких, кто у них там погиб, кто вернулся. Вот мы по частичкам, по крупичкам, мы каждого человека». Увековечить подвиг жителей трех деревень односельчане хотели давно. И только два года назад винокуровцы перешли в наступление. Тем более, что деревни Серюково уже и на карте нет. Создали проект памятникам, деньгами, а это более 300 тысяч рублей помогла Тюменская региональная организация в защиту Отечества. Три стелла из черного гранита установили в винокурово на том месте, откуда с 41-го по 45-й отправляли на фронт. А рядом будет информационный стенд с описанием мест сражений и подвигов односельчан. Медали за отвагу были удостоены 18 человек. Еще 9 получили медали за боевые заслуги. «Наши односельчане воевали на всех фронтах. Они обороняли Советское Заполярье, освобождали города, брали Берлин. О их подвигах говорят их награды. На сегодня установлено, что 6 человек были награждены орденом Красной Звезды, 8 человек – орденом Славы. Дедушка мой, Прокопий Васильевич, ушел в 41-м, погиб в 43-м под Сталинградом. В памяти как бы уже исчезает все. У меня уже внук с этой фотографией ходит на парад победы. После военные годы теперь и здесь, на трех плитах. Умер от ран, погиб в бою, пропал без вести или попал в плен. Но из этого огромного списка фамилий 62 человека все же вернулись домой. А один может вернуться сейчас. Смертный медальон Георгия Федоровича Винокурова поисковики нашли еще в 2002 году. И с тех пор ищут его родственников, чтобы с почестями придать родной земле останки солдата. Пожалуйста, отзовитесь. У Георгия Федоровича были две сестры. Александра Федоровна 1910 года рождения и Надежда Федоровна 1913 года рождения. Будем ждать. 126 бойцов уже вернулись туда, откуда уходили. Мария Гребенюк, Михаил Куричко. Тобольское время. В Тобольском медколледже состоялся первый выпуск слушателей спецкурсов, которые проходят в рамках национальной программы по переподготовке и обучению предпенсионеров. С подробностями Анастасия Плюснина. Забота о здоровье ближнего – дело не только врачей, но и социальных работников. Их труд предполагает готовность к любой ситуации, поэтому умение ставить уколы или проводить гигиенические процедуры никогда не будет лишним. В роли беспомощных подопечных на экзамене выступили студенты медицинского колледжа, каждый со своей легендой. С детства у меня боязнь боли от уколов, и эта боль сковывает меня. Но лечащий врач объяснил мне, что введение инсулина даст мне возможность нормально сохранять сахар в крови. Это, конечно, очень ответственная работа. Это же жизнь человека. К этому относиться нужно очень добросовестно и знательно. Нужно знать все. Я очень рада, что я обучилась всему. Это большой плюс в моей семье, и я думаю, что, может, придется и пойти на работу. Участие в проекте приняли 15 человек. Полтора месяца обучения, теории и практики. Сходили с большим удовольствием, ведь, как утверждают участники проекта, занятия были увлекательными. Все участники наши, они уже имеют большой жизненный опыт, и в этом для них плюс для многих был. То есть ухаживать за пациентом, они все матери, они все жены, наверняка они дома занимались этим ухаживанием за своими родными и близкими. Поэтому вот некоторые, видно было, прямо они как будто вжились в роль, да, и с пациентами разговаривали как со своими родными. С экзаменом все курсанты золотого возраста справились успешно. Хотя и волновались, ошибки были в основном в коммуникации с больным. Но все, что было в программе, усвоили, и теперь смогут использовать знания на практике, в работе или просто для себя. Они не имеют медицинского образования, но они в сфере социального обслуживания, население работает, и этих навыков им очень сильно не хватает для того, чтобы свои услуги оказывать качественно, с медицинской точки зрения. Поэтому они будут еще более востребованы в своей профессии, уже выбраны и определены. Конечно, они будут очень конкурентно способны. Это экспериментальный выпуск курсантов золотого возраста, и, возможно, проект будет продолжен. Анастасия Плюснина, Михаил Куричко, Тобольское время. У православных верующих приближается один из главных праздников – Пасха. И одно из главных блюд на праздничном столе – кулич. В семейном кругу это прообраз хлеба, который обычно вкушают в храме, как символ воскрешения Христа. О традициях и хлебе насущном прямо сейчас. Первую партию пасхальных куличей уже осветили, но это просто куличики, а на подходе – царские, с изюмом, цукатами, орехами и творогом. Настоящее украшение пасхального стола начнут печь в пятницу, а пока ароматные хрустящие булочки прямо из печи отправляются на полку. Всегда свежие выпечки, во-первых. Качество очень хорошее, мы довольны. Я работаю в торговом комплексе «Нашамарка», мы все сюда ходим. Вот видите, сколько я купила? Это для наших работников. Как часто сюда приходите? В день три раза бегаю. Я живу в 7-й микрорайон, по дороге, когда прохожу, девчонки мне заказывают, я им покупаю. У них пирог с капустой очень отменный. А еще с мясом, рыбой и фруктами, шаньги, творожные ватрушки – в ассортименте более двухсот наименований. Хлебное место – это еще и вкусный во всех смыслах инвестиционный проект, давший городу около десятка новых рабочих мест. Простом здесь у нас практически пользуется все, но особенно в последнее время у нас хорошо пошли слойки с ветчиной, с сыром, с грибами, с яблочной начинкой, кунжутная палочка. Производство и продажа в одном месте – это значит, к потребителю попадают свежие и качественные продукты. Хлеб, например, пекут несколько раз в день, поэтому купить свою горячую булку можно всегда. А полезный хлеб сегодня еще и модный тренд. Мало того, что очень вкусный хлеб, но есть еще и полезный хлеб, который есть с отрубями, есть с семечками, подсолнуха, льна, отмина, кунжута. Также есть диетические хлеба. Они пекутся без дрожжей и без сахара. Хлеб печется на хмелевой закваске. А пасхальные куличи пекут с понедельника. Несколько партий уже отправили в Тобольские храмы. Их верующие подарят муимущим, чтобы в каждом доме был праздник. Светлана Галякова, Мария Гребенюк, Рустам Рузеев. Тобольское время. А у меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Т-Плюс-В. 26 апреля в Тобольске облачно с прояснениями. Временами осадки. Днем на термометре плюс 1,3. Ночью до минус 3. Ветер северо-западный 2,5 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова